У каждого из нас есть своя детская история. Рассказать ее сегодняшним ребятам не только поделиться воспоминаниями и посвятить их в совершенно другую, не похожую на нынешнюю эпоху, но и самому вернуться в то время, когда ты был поистине счастлив, наивен и уверен, что жизнь невероятно длинна и интересна. Свою детскую историю ученикам младших классов двух видновских школ, второй и седьмой, рассказал педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Художественное слово» школа номер 7 Андрей Коршунов. У Андрея Коршунова детство в прямом смысле слова было наполнено и переполнено разными историями. История первая – устрашающая. Одних в детстве пугали бабайками, других – бабой-ягой. Андрюша точно знал – живет в небе Сумерия и по вечерам забирает себе все, что дети забывают во дворе, а порой и самих детей. У меня в детстве я трещался, то есть пор, я страшно наивный, меня всегда обманывали. Там, где я родился, существовал такой сказочный персонаж, назывался он Сумерия. И мне мама всегда говорила, ложись спать, а то придет Сумерия. Вечер наступает, солнце спать идет, Сумерия прилетает и детей крадет. История вторая – артистическая. Неспроста наш герой выбрал в своей профессии театральное искусство. Первые представления он начал давать уже в юном возрасте. И сцена ему служила то крыльцо у дома, то длинный коридор вагона поезда. Песню я пел и читал стишки. Пассажиры сбежали все на меня смотреть, давали мне конфетки. Меня это еще больше провоцировало таланты. Провоцировал раскрывать свои таланты гость встречи и ребят. Призывал – пишите стихи или рассказы. Не прячьте ни в коем случае. Будьте увлеченными в самом лучшем смысле этого слова. У ребенка в этом возрасте начинают появляться какие-то увлечения, какие-то интересы. И, соответственно, когда он слышит из уст взрослых, что эти интересы иной раз и совпадают, то это прекрасно. Второклассники не только с интересом слушали рассказ взрослого, который словно вернулся в детство. Они учились у него давно забытым играм, сценкам, соединившим разные поколения детей. На встрече с Андреем Коршуновым ребята познакомились с фильмоскопом. И это еще одна история нашего героя, близкая многим детям советского периода, для которых счастьем было услышать. Дети, мы сегодня будем смотреть детские фильмы. Наталья Замарина, автор и ведущая проекта «Детская история», собирает учеников младших классов уже в третий раз на встречу с интересными людьми. Заставляет взрослых с головой окунуться в собственное детство и заразить ребят тем настроением, которым было оно пропитано. Мы сейчас играем в абсолютно другое, а они на улице играли постоянно, ставили концерты, никого не стеснялись и вели себя как обыкновенные люди. Какое у нас сейчас детство, оно отличается очень сильно. А у кого веселей, интереснее, на твой взгляд? У взрослых. И возможно, после этой встречи ребятам захочется почитать те книги, которые в их возрасте читал Андрей Коршунов, поиграть в те игры, которые он любил. Ведь все то, чем жил наш герой, помогло ему стать человеком интересным и неординарным. Татьяна Берулова, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.